Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова и каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов. Президент России подписал указ о штатной численности вооруженных сил страны. Чемпионы Европы среди молодежи по дзюдо Гамзата Зайербекова торжественно встретили в Махачкалинском аэропорту. Проект республиканского бюджета на 2018 год обсудили сегодня на заседании Народного собрания Дагестана. Помимо парламентариев, в обсуждении принял участие в Рио председателя правительства республики Абду Самадгамидов. В ходе обсуждения было отмечено, что бюджет это основополагающий документ, который необходимо принять с учетом первостепенных задач, стоящих перед республикой. Рассказывает Зумруд Гамидова. Около 2 миллиардов рублей направят на повышение зарплаты бюджетникам Дагестана. По словам спикера парламента Хизри Шихсаидова, бюджет – одна из самых важных составляющих в работе органов власти. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо закрыть все социальные обязательства, которые взяла на себя республика. Наиболее полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов президента Российской Федерации. При этом предусмотрено повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям работников в бюджетной сфере, на которых не распространяются действия майских указов. Мы для себя определили это как основной приоритет бюджетной политики на следующий финансовый год. Прогнозируемая сумма расходов республиканского бюджета предусмотрена суммой около 95 миллиардов рублей. Скорректированные доходы в сторону увеличения – так, прирост запланированной налоговой и неналоговой базы составил более 12 миллиардов рублей. В основном за счет ожидаемого увеличения поступления от налогов на прибыль организации, акцизов на алкоголь, налога на имущество организации. Кроме того, в республике минимизировано строительство строящихся объектов. Нельзя начинать строительство новых объектов, не завершив начатые. В первую очередь, это детские сады, школы, учреждения здравоохранения. С основным докладом о республиканском бюджете республики Дагестан выступил в Рио министр финансов региона Юнус Саадуев. По словам главного финансиста республики, общий объем доходов республиканского бюджета на будущий год прогнозирован в размере около 100 миллиардов рублей. Бюджет запланирован с нулевым дефицитом. Проект республиканского бюджета на 18 год планируется с нулевым дефицитом. Предельный объем государственного долга предусмотрен в сумме 11 миллиардов 900 миллионов рублей, что соответствует требованиям бюджета ухода. В ходе обсуждения бюджета были подняты наболевшие вопросы, которые требуют детального изучения и принятия решения по ним. В частности, говорили, что надо завершить строительство объектов с суммой 23 миллиарда рублей. По новострою на нежелиную инфраструктуру ни одного метра квадратного по жилю мы не собираемся строить. Это газ, дороги, водоснабжения 229, 97 миллионов рублей очистные сооружения канализации в городе Дербенте и 20 миллионов рублей для строительства, начало строительства по физкультурно-оздоровительному комплексу в городе Дербенте. По словам Шехсаидова, при формировании расходной части бюджета с большинством главных распорядителей бюджетных средств была организована работа по согласованию доведенных проектировок. Бюджетные заявки министерств и ведомств детально проработаны и обсуждены. Исходя из возможностей республиканского бюджета, по многим позициям предложения были учтены. Зумруд Гаминова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности вооруженных сил страны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Постанавливая установить штатную численность вооруженных сил Российской Федерации в количестве 1 млн 902 758 единиц, в том числе 1 млн 13 628 военнослужащих, говорится в документе, отмечается, что указ вступает в силу с 1 января 2018 года. В августе сообщалось, что Россия заняла второе место в рейтинге военной силы 2017 года. Согласно рейтингу, в который вошли 133 страны, на первом месте оказались США, третье занял Китай. В новом сезоне популярного музыкального шоу «Голос» участвует певец из Дагестана. На слепом прослушивании куда из более чем тысячи кандидатов отбирают только 150 человек. Селим Алахяров исполнил песню Муслима Магомаева «Чертово колесо». Как молодому человеку удалось очаровать самое строгое жюри, расскажет Ларяна Шамхалаева. На первом канале стартовал шестой сезон российской версии проекта «The Voice». 29-летний дагестанец покорил самого строгого наставника проекта, композитора Александра Градского. Пройдя слепое прослушивание, спев дуэтом с оперной певицей из Абхазии Альдона Цкуа, сегодня Алахяров готовится к новому этапу. Мы идем, мы идем, мы идем, мы идем, мы идем, пресекровавшийся днем огне. Сейчас вот мы готовимся к третьему этапу, он называется «Нокауты». Выходят три участника, да, конкурсанта, и из них остается двое, то есть один выбывает. После чего, если я прохожу третий этап, я попадаю уже в четвертьфинал конкурса, и там уже будут прямые трансляции, прямой эфир, и вот как раз-таки на этом этапе очень нужна будет, конечно, поддержка. Обладатель Гран-при «Золотой голос России» имеет большую вокальную практику. Он неоднократно выступал на международных конкурсах, однако, признается певец, такого волнения, как на отборочном этапе шоу «Голос» он не испытывал никогда. Спасибо большое, спасибо. Признаюсь честно, в определенный момент меня просто стало трясти. Вот правую ногу, почему-то правая сторона начала отказывать махать. Правую ногу, потом правая рука вот так. То есть, понимаете, вы выходите, вы должны повернуть. Уверен, никто из вас никогда не пробовал просто разговаривать с человеком даже, который повернут тебе спиной. Молодой исполнитель считает, что главный залог успеха – это перебороть свой страх. Именно это он делал, ожидая два дня своего выхода на сцену. Полина Гагарина такую фразу произнесла, что «Голос» – это проект не для слабонервных, для сильных людей. Я подтверждаю, что человек, неподготовленный даже не в профессиональном вокальном отношении, а именно в моральном, он не выдержит. В команде Александра Градского помимо Селима 9 человек, но по голосованию в соцсетях лидирует наш земляк. Как утверждает вокалист, композиция для следующего тура будет молодежной из репертуара Тома Джонса, но название песни пока не разглашается. Ларьяна Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ Махачкала. Чемпионы Европы среди молодежи по дзюдо Гамзата Зайербекова торжественно встретили в Махачкалинском аэропорту. Континентальное первенство среди спортсменов до 23 лет, где успешно выступил уроженец Хунзахского района, проходило 10-12 ноября в Черногории. Зайербеков стал триумфатором соревнований весовой категории до 60 килограммов. В финале турнира он был сильнее товарища по сборной России Ягуабуладзе из Московской области. На родине новоиспеченного чемпиона встречало руководство Хунзахского района и Федерации дзюдо Дагестана, а также родственники, наставники, друзья и многочисленные болельщики. Все прошло хорошо, я выиграл его, очень счастливо, честно сказать. Я не ожидал такой приема, очень теплый. Всем спасибо большое. Спасибо президенту Федерации дзюдо Дагестана Шарухан Абулатипов подчеркнул, что выиграть соревнования Гамзат удалось за счет впечатляющей формы, в которой он сейчас пребывает. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 59,63 рубля, евро 70,36 рубля. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова